Всем привет! У нас опять солнца нету! Вообще! Солнечное немножко почистил, а там некоторые даже уже оттаяли, видите, до верху. Открывать окно я, конечно же, опять не буду. Вон печечка топится, все хорошо. Сегодня разговор пройдет про одного очень неуважаемого клоуна, зовут его Миша. В общем, данный Миша рассказал новую интересную вещь, которую большинство людей, наверное, же поддержат. Это очень правильно, потому что не-е-е, они всегда есть. Суть заключается в том, что не принимайте это близко к сердцу и за себя как бы не думайте, потому что это неправильный подход. Те, кто не-е, они знают, что они-е-е. Или не знают, им другие скажут. Суть такая. Человек рассказал про то, что ШИМ-контроллеры, МППТ это ШИМ. В общем, ситуация в чем? Есть такие там скриншоты, он эти перлы выкладывает. Я специально скриншоты сделал, потому что перлы эти такие, что даже вот маломальский понимающий человек понимает просто про что речь. И вот сразу понятно просто, что человек не разбирается. В очередной раз он просто себя закапывает. Но те, кто в электронике шарят, они поймут про что речь. Суть не в этом. МППТ это алгоритм, но алгоритм в большинстве случаев используется в понижайках, повышайках. Таким чудесным образом нужно понимать, что МППТ-контроллер это устройство, которое, за которым вот тут вот пробел и тут пробел. И вот этот человек там сказал, что он собирается снять видеоролик о том, чтобы рассказать людям, кто в этом не разбирается или не понимает, что такое МППТ или ПВМ, либо ШИМ. Суть такая. Была трансляция в лохматых годах, где я приходил на нее, например, к эталону. Кстати, это достаточно нормальный человек, более-менее адекватный, который многое что знает, но что-то не знает. И вот у нас был с ним конструктивный диалог, который закончился неправильно. И большинство людей думает, что товарищ Дмитрий Эталон, он типа был прав. И вот это вот глобальная ошибка непосредственно этого человека, который думает, что все, кто со мной спорили, что-то доказывали, все они в априори правы. Нет, не так все просто. Тут нужно понимать и электротехнику, и какие-то физические процессы, на которые у него просто не было знаний. Если бы Дмитрий Эталон этими знаниями обладал, соответственно, он бы уже однозначно говорил, что да, такое есть. В общем, проблема существует. Знаете, из-за чего эту тему поднялось? А из-за того, что, например, у Алексея... У меня это давно происходило, и я, и Романовичу это рассказывал в лохматых годах, когда он еще меня не забанил, а я его. И другие блогеры, другие зрители, которые попадали в бан и рассказывали всякую ересь про МППТ и ШИМ. Непосредственно, не просто с ШИМом эта проблема, она и с МППТ была, есть и будет. Без знания вот этой проблемы и понимания, что она вот такая вот происходит, эта информация овладеть в полной мере не получится. Надо это просто знать. Я эту информацию один раз в 2000 году, вроде бы, 2020, попытался донести. У меня видео есть, но оно, правда, называется по-другому, потому что там у меня уже психа взяла. Ну, это не в плохом смысле, а в хорошем. То, что я уже не выдержал и показал людям, блин, прям наглядно показал на примере, что происходит с напряжением аккумуляторов после контроллера заряда. Но большинство людей уже не посмотрело этот ролик, потому что там что-то там произошло, кто-то что-то там рассказал, и им уже было неважно, до лампочки это все дело. Но до лампочки, не до лампочки, а информация правильная, как это все реально происходит, у меня была дана, визуализирована на контроллерах, аккумуляторах и реальных солнечных панелях. Вследствие чего, любой, кто не понимал или неправильно мыслил, в то время, это в те года, это много лет происходило, это в 2020-м я просто вроде бы снял этот ролик, а до этого я просто рассказывал, и я ржал, когда люди, которые пришли и начали просто мои мысли перефразировать на свой язык, при этом не догоняя, не понимая вот это все происходящее, рассказывали сказки про то, что вот они все знают, они супер-пупер альтернативщики, а вот типа человек вообще не разбирается по этому фигню такую говорит, это просто типа контроллер, это просто это, а это просто, блин, вы ставите автомобильные аккумуляторы, я потом, я тоже не выдержал, начал это говорить, вы, говорю, в курсе, что не предназначены контроллеры для автомобильных аккумуляторов, это уже явно видно, когда ставишь тяговый аккумулятор, это сразу видно, это сразу понятно и заметно, но когда ты ставишь автомобильный, это тем более проблема, но есть другая проблема, которая происходит, когда аккумуляторы дохлые или поддохшие, и про это надо тоже знать, если увеличиваем мощность солнечных панелей, эта проблема еще сильнее заметна, некоторые люди сейчас будут говорить, что у них все работает, и я знаю почему, потому что это тоже информация у меня есть, а ее почему-то нет, до сих пор, вот прошло, я не знаю, вот, по прикидкам моим лет 8, этой информацией никто не владеет, а я владею, ну и как это смотрится с другой стороны, когда человек, который якобы знает, посмотрел трансляцию с эталоном, и рассказывает теми же словами, что МППТ это алгоритм работы, а контроллеры вообще все ШИМ, и чё? А как работает МППТ, ты знаешь, именно алгоритм работы, а почему в МППТ контроллерах не просто ШИМ ключи открываются-закрываются, это просто открывашка-закрывашка, ШИМ сигнал, это да, это нет, то есть 0 единица, если чё, это вот, как я это представляю, так это простым языком, это я так объясняю, а человек объясняет, это когда транзисторы срут, вы представьте, человек, который разбирается в альтернативе, я специально эти скриншоты сделал, это вообще смешно, и получается следующая картинка, на трансляции мы с эталоном рассказывали про проблему, а он пытался рассказать про то, что, ну, вернее, я рассказывал про проблему, он говорит, это не проблема, нужно просто правильный контроллер взять, я говорю, это проблема еще на МППТ, нужно просто правильный МППТ контроллер взять, у меня проблем нет, и я говорю, а какой тогда взять правильный контроллер, если у меня не работает, и тот, и этот, а у меня их много, уж поверьте, у меня единственное, наверное, столько было контроллеров, что, мам, не горюй, магазин мог позавидовать, И получается такая проблема, что он говорит, ну хороший какой-нибудь А какой хороший, никто ответить так и не смог А вот эта вот дискуссия, которая была на момент, надо брать контроллер Я спрашиваю, какой хороший, потом с какой хороший, какой же хороший в конце трансляции И потом мне стало просто неинтересно А суть заключается в том, что это не просто алгоритм, а не просто проблема Ее просто нужно понимать и знать